За обеспечение безопасности во время гонок Александр Ткачев поблагодарил начальника краевого управления ФСБ. Губернатор провел рабочую встречу с Михаилом Власенко. Глава региона отметил, что поставленная задача правоохранителями была выполнена в полной мере. Кубань в очередной раз показала, как умеет решать ряд сложных вопросов. По словам Михаила Власенко, предшествовала этому большая работа. Еще до начала формулы вся территория была тщательно обследована. «Хочу поблагодарить и вашу службу, и всех, весь силовой блок Казахстанского края, прежде всего полицию, за успешное проведение формулы-1 этапа Гран-при России. Огромное количество людей, естественно, и гостей нашей страны, которая участвовала в судьбоносном мероприятии, проекте, который мы реализовывали в течение пяти последних лет. Вопросы безопасности, как всегда, были на первом месте. И все, что прошло, достаточно организованно, стабильно. И это мероприятие получило высокую оценку и Международной Федерации. Органы правопрятка работали четко, корректно и не нарушая, в общем-то, прав граждан. Но самое главное, мы защитили себя от всех терактов и других посадательств на жизнь людей». «Решили целый комплекс проблем, не позволивших въехать на территорию края лиц, которые могли вынашивать намерения от дестабилизации обстановки. Особо приятным был, конечно, настрой краснодарцев, настрой членов команды. «Мы тоже внимательно отслеживали, смотрели, пытались кое-кто из западных средств массовой информации как бы тень на плетень бросить, но не удалось. Почему? Настолько идеально были организованы вот эти мероприятия, что даже сами члены команды прямо подходили, руководство команды подходило и высказывали благодарность именно за обеспечение вопросу безопасности». Во время проведения соревнований трибуны патрулировали специалисты кинологической службы. За обстановкой следили из воздуха. Эту функцию на себя взял авиаотряд краевого главка. Всего же за безопасностью на формуле следили более 4000 полицейских. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова